вам на то что он не обращается на защиту да кому че качать танку да, деф качай ну и в принципе после 40 ты в него вливайся а так ты в атаку хотя бы нормальное кассы делали ну там смотри в принципе танка можешь вкачивать и как ддшку он достаточно гибкий поэтому ты до 40 там вкачиваешь просто говорю как чисто ддшка ну там щиток можешь там чисто как скилл взять себе на однерку а когда уже будешь спокойно там фармить спокойно вкачиваться вот тогда уже да и как обычно в поисках новых спотов интересных мобов на которых потом будет попроще качаться в которых интересный дроп ну всем здравствуйте шпак ка ладненько сбегу пока на аукцион барахла выставлю в том числе все осталось но это очень скакал в сутки что ты думаешь что за полторы недели не включаешь полкиник в качестве нам обувь остатки да да ведь начистое там в принципе я засекал на 45 плюс у меня кача выходил медленный это я за 20 минут набивал порядка 30 процентов ну или где то такого рода стримка включаешь показываешь бежать без значков все с экрана выбирать да два просмотра у тебя уже да я вижу я очень рад что у тебя рамка красная потому что у кейла красная у офицеров она голубенькая собственно у обычных рядовых она вообще ее нету все но как то внуло татсу чего 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 открой карты ну для людей секунды и закроет просто задержка все кайфа буро это под кальфионом у меня вот сейчас только открыл где-то стрелы открыл короче ну как под на юго-западе это кальфиона короче нормально получается это стриме задержка за раз как хочешь не хочешь пока это знаешь от тебя пойдет пока туда это может предосмотрено запускать сначала разгонять и посыпаем было потом запуск делаешь он в секунду в секунду идет да не а ну тут прям так то не получится как мне кажется ну хотя фиг надо тестить у меня задержка на секунду стоит все равно секунду на 40 задерживать ну блин бесит когда отбрасывает назад причем вот я так понял вот если на 20-25 выносливости останавливаешь ну ускорение тогда все норм если чуть-чуть профукал этот момент все тебя отбрасывает но не всегда кстати но бывает так бывает что оставляет вот такая же птичка веришь когда стартует начинает бежать и только через какие там секунды начинает полоска уменьшаться то есть это вот идет задержка вот этой ну это приемлеме вот на это расстояние потом назад откидывается оно чистотиритически у тебя должно было быть закончено но оно у тебя еще показывается вот я так не знаю мурки бегают мы на ЗБТ будем набор вести да оно сейчас у нас есть мы его не закрывали хочется больше больше людей а люди всегда пригодятся тем более если они хорошие трудно с этим наверное поспорить ну плохие у нас вроде как не задерживаются блин как же отталк нам караться будут ну знаешь я тебе скажу легко и непринужденно посмотри по ВПшке Варера какого нибудь у меня баба конь пятого уровня полу молодец я вот правда блин с этой селекции вообще там ничего не разбирал потому что понимаю что я не буду заморачиваться с этими лошадьми мне проще будет там крафтануть какой нибудь пуху продать ее и купить коня мне надо заниматься вот этим вот там скрещиваниями выращиваниями что-то там прокачками что-то ну нафиг скажем свое конечно но мне тут очень не надо нет я вот сейчас с танком начну когда качать наверное тогда разберусь буду уже заниматься именно крафтаном но я вот когда к пуфеом приеду буду уже возьмутся на крафт все шмотра каких-то буду пытаться мотив пушек понимаете что где добывается по крайней мере хотя по хорошему я бы наверное занялся бы какой нибудь алхимией или там что это есть которые банки готовят все такие бафы ну кстати блин банки и бафы это крайне интересная зачетная тема главное достаточно прибыльно блин опять лошадь под землю скакнула тадададан все лошадь профукал у меня лошадка жить под землей там застряла что ты там говорил если лошади под землей застревают это ждите если что она свистит ты не свистит но свистит ну если ее зваешь и она не оттуда вылезает все лактика будет все ну запалим что то прав или нет ну да короче все я без лошадки пешкарикам придется бегать хотя у меня не проваливается пока посмотрим что у меня бак я за всех своих лошадей называю своим ником мишанин купил на лошади можно попробовать релогнуться потому что на рядом с тобой уже будет стоять ну да как вариант ну ладно я уж не буду сейчас дергаться все равно пока по городу побегаю надо затариться немножко барахлом всяким а если меня тут на аукционе не обделили и наконец купили все барахло сейчас еще и значок поставим все дела сделаем значок за бабки тоже да ставится да там сто тысяч надо что-то нифига самоцветов не добывают у меня эти рабы что-то нифига самоцветов не добывают у меня эти рабы не рандомит что-то какой самоцвет красный что ли ну я их в принципе на руднике отправляю постоянно то есть всегда пока играю вот у меня там раньше они прокали то есть приносили эти самоцветики причем разные приносили потому что я там три разные жил разрабатывал вот а сейчас вообще вот сколько времени там последние дня четыре вообще ни одной нету это ж ни одной штучки а красные это на крафт брони какие там наверное осенний сет так а почему ты вручную им собираешь ну во первых там и навык тоже нужен ну нет у меня по крайней мере даже в пещере там вот где зеленый по моему добывается у меня тоже там ни одной не выпало пока я вот бегал там наверно раз десять у меня вот вообще ни разу не я красный собираю там корицы много того что наверное красный вид из края вот я на красном тоже носился вот я как не приду там пытаюсь отдал бить у меня вообще ни одной штучки не обламывалось ну я когда захожу у меня сейчас скажу тринадцатый уровень сбора то получается прохожу по всей пещере и где-то двадцатку собираю просто каждому в руднику подхожу ну иногда нет иногда нет уже ну а ты кстати какой делаешь киркой обычный или все да обычный очень не знаю она развеет на что там повлияет только уровень сбора вот не имеет влияния на шансы строком крафт никаких шмотов этих не влияет они только проще увеличивают и все нет вот в гайде написали что влияет в гайде вы говорили вот по поводу крафта этой брони что вот пятнадцатый уровень сбора уже дает там 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 две штуки три штуки там это самое можешь собрать с одной жилы ну ты же просто без уровня сбора сможешь одеть лучшую кирку нет без уровня сбора ты не сможешь одеть кирку только по-моему зеленую сможешь там ну да вообще двадцать третий уровень сбора вообще двадцать третий уровень сбора втюхиваю уже все подряд что только вылезает в этот аукцион бабки нужны уже по зарезу дуэк пополнять нельзя казну то нет неплохо если все казну профукаем надо будет клан пересоздавать с нуля Вот такая вот петрушка. А я вот, например, не знал, что можно из этого, как его называть, с мяса делать что-то типа банок. Кто-то купил шмотку с аукционом. А ты переводил, да? Нет, я догадываюсь. Скорее всего, не с аукциона, а с заземлю по поводу войны. Кто-то определенный сможет только эти лагеря оставить. Да там, по-моему, достаточно палатку поставить. Ну, все, там надо зарегистрироваться, там, по-моему, очень. Нет, ты просто ставишь палатку и автоматом тебя регит. Зеленые боты какие-то выбил, короче. Черные, то есть. Хотя я его так глубоко не разбирался еще в осадах. Там, по-моему, денег нету. Нет, там, по-моему, говорили, что то ли три, то ли четыре клана вот именно смогут застолбить под захват сам вот. Там земля вся. Вот, а прибегать туда там кто хочет сможет. Там три клана должно быть, чтобы начать осаду. Ну, да, у него может быть гораздо больше. А, то есть три минимальные, грубо говоря. Да, да, да. Три это когда уже осада все уже, вот, типа, начнется. Стопудово. То есть, если будет меньше, то осад не будет. Три это когда уже не будет. Для женаобразия мимо пробегал, решил деревяшку срубить. Все в хозяйстве пригодится. Столько барахла вот выставляю. Вроде бы даже полезного. Там шмот всякий. А, блин, никто не покупает. И по минималке причем ставлю. Неужели такого шмота никто не носит? Да что ж такое? О, кстати, лошадка проснулась. Из-под земли досталась. Откопала себя сама. А чё, сетки какие-то что же выставляешь? Я выставляю, в принципе, много шмота выбитого, самоцветы выставляю. И все, да, только шмот и самоцветы. Ну, в основном шмот, самоцветов там парочку поставил. Ух. 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 Ну, а чё, в принципе, ресурсы выставлять актуально только и в большом количестве если. Вот. Ну, не знаю, как бы будет от этого особый профит. Нет. А шмотки сразу там тысяч 15-20, а то и там 25. Ну, если их купят, конечно. Ну, я чувствую, если у меня сегодня до конца дня ничего не купят, то я реально пойду поставлю ресурсы на продажу. на ту же самую руду. Не буду ее томить. Для крафтов. Нафиг сдам. На торг. Может, кто-то найдет ей лучшее применение. Ух. 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 Кольца еще на дамаг надо достать. Кстати, там этот лохотрон видел. За двадцать тысяч покупается колечко у вендора, да? И там такой лохотрончик появляется. Надо пробел нажать, и тебе там с рандомным шансом выпадет какое-то кольцо. Какая синяя не видел. Ну, в Кольфионе там, я не знаю, как в других городах, в Кольфионе там есть вот чинитель возле банка, и у него продается такое колечко. Интересно. Ну, по три, по три. Там по двадцать тысяч. По двадцать тысяч колечко. Там по двадцать тысяч он продает такое колечко, ну, с украсительным знаком. Вот. Его, короче, покупаешь, потом активируешь у себя из инвентаря, и там появляется такой лохотрончик. Теперь надо нажать пробел, и там выпадет, там, по-моему, один из шести, что ли, там, каких-то ячеек. И какое-то кольцо, короче говоря, ну, получится. Вот говорят, там синее кольцо у кого-то даже появлялось. А у синего кольца какие статы? Ну, три, три, например, вот в атаке. Угу. А, имеешь в виду вот этот прокнутый? Ну, да, там, и что-то прибавляет, там, плюс два вот это. Ну, вот как я сейчас вот на аукционе смотрю, вот это сильное кольцо. Угу. Угу. Там, там, три брони, там. Ну, интересно достаточно. Угу. Угу. Вааа. Вау. Что это за особая жесткая с у тебя большими страшными монстрами? А ты на ком сейчас? Что где? Ты на ком сейчас? Кто такой-то страшный там у тебя? Ну эти, сорок какие-то, где-то сороковые плюс. У меня большие с дубинами. На троллях что ли? Да. Ну они такие, да. Они жесткие. Их не убить бы. Да ладно тебе, ёра, они там все убиваются. Просто там как их кайтить там надо вот это все. Ну и стараться по многу не агрить. Зато за них там сразу, там не знаю, проценты по два, по три пойдет. До сих пор понять не могу на хрена я этот осадный, блин, забор строил. Его даже на торк теперь поставить нельзя. Ну что, он для личного пользования только? Ну типа того. Я его кээ скрафтил. Ну не знаю, может конечно эту функцию введут. Но когда я последний раз пробовал, он нифига не давал. Я там крафтил 16 часов что ли. Да, ребят. Кто смотрит стрим, если у вас есть какие там вопросы. Не стесняйтесь. Эфир у нас, как видите, на расслабоне. Если что знаем, поделимся впечатлениями, мнениями, ну и знаниями само собой. Что хорошо с этой кровью? Кровь собирается? Из них, да, шприцом собирается кровь на крафт топовых наручей на магийку и на топ клинки, по-моему, для мечника. Вот, если не путаю. В мечника, в смысле, танка это? Ну, танк, да. Ну, я сейчас могу посмотреть. Все равно пока бегу на автопыти. Да я вот даже смотрю, по-моему, вот особого смысла, потому что вот самому крафтить вот броню, оружие особого смысла нету. Ну и прочее, там, мне кажется, в общем, да, аукционе ее купить. Ну, в принципе, да. Ну знаешь, когда тело стоит 400к, синее, то и посмотрел там фарм вообще беспонтовый, то лучше скраблить и поднять 400к. Да ладно, 400к, вот там стоит. Я тебе серьезно. Ну, 380. Синий, да, 400 стоит. Это что-то как-то подорожало. Она все так подорожала. Это когда 11-го часа обнову выпустили. Угу. Ну, а цены просто на Ауке подняли эти крейсы. Что-то они как-то мудрят тут с этим механизмом, блин, на аукционе, выставление цен. Ну, может опять, знаешь, пофиксат скоро. Угу. Звучки. Ну, я переведу. Угу. Ну, а теперь духовно, наzo пофиксируем aquele. Горแตкимар AI в централи sev. кстати порошок даже подорожал раньше он парк пару тысяч но этот сам не пару или пару стоил значит подешевел разу в два видать рынок насытился я бы не сказал что рынок это просто именно корейство потому что давно было все но не всякую шмот вдвое дешевле одно выпустили и утром уже все по 200к нет именно типа те кто выпускает игру локализаторы корейские повысили цены минимально-максимально но я думаю да ну потому что за ночь на 100 тысяч поднять цену это нереально просто ох как интересно в кальфионе уже продаются даже напиленные доски не всякой утварь для дома скрафчены нашу за очки в зубов брать работ рассказывай как не знаю как но я знаю что в каждом городе стоят персонажи которые за эти очки дают бафа какие-то на час на 30 минут где я в каком-то гайде что-то где-то видел короче как раз почитай по поводу вот этих очков ссылку когда кажется в группу скидывал там написано и там рассказывается либо написано либо рассказывается по видео что-то кровь нафиг тоже продам она никому не нужна пора идти качаться дальше блин коняш как всегда решил стену понюхать на повороте а Продолжение следует... 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 тех же джаз там выше там 50 первого толком никого и не было блин вроде одни и те же деревья а вот ведет с урана на месте все равно не идет да сейчас на 50 плюс там вообще опыт капот там еле еле душа в теле все равно хотя бы один процент должен быть хе-хе-хе они говорили что там 50 первые там мапнулись за три дня что ли бт 51 да за три дня причем двое суток первых это полтинник взяли и собственно еще сутки на 51 первые там же рейты были выше они же говорили по моему такие же как здесь нет говорили что выше на третьем заплаты вот здесь ну я по крайней мере особо разницы не увидел может они там ну как второе третье за годы сколько и шло я хрен знает я знаю что я захотел по любому выше рейты потому что это я там прокачался вообще на тотальном расслабоне я там вообще не заметил там пятнадцатый влетел у меня грубо говоря сразу после захода в игру с той же скоростью я на фф поднимался ну ну с точностью до здесь в принципе точно так же все в легкую идет я говорю может они просто кривую несколько поменяли то есть они там на тридцать плюс они посложнее как сделали здесь может быть ну не знаю мне сравнивать особо нечем за бт третьим я вообще там до двадцатого или до пятнадцатого докачался а на фф там ну чё я на кого я оставился я уже не помню блин сорок сороковой что ли или сорок первый или сорок третий не помню не сорок третий у нас только диктатор взял сорок первый или сороковой остался я нубиком короче говоря остался я нубиком короче говоря на этих я не попросил с ним что то не интересно а вот в лесу я самоубийца собрал восемь этих трое не но если ты от них будешь грамотно уворачиваться почему бы и нет ты же лучница сейчас правильно да ну а тут давай бегай там отстреливай там святое дело тебе вообще у тебя же дальняя атака чё тебе париться это мне в ближнем бою от них уворачиваться и того там в принципе одного двоих я сливал без трата банок вообще вот когда уже трое там их синхронизировать чтобы они били все в одно время там или хотя бы по одной и той же области уже тяжело что мне без банок как бы проблематично становилось так ну чё пошел фарм не конечно точил когда пушку еще там был плюс два стало ну семь разницы вообще то есть налицо там сразу то есть я приходил вот на пятидесятых мобов там я вообще им толком домога не наносил то есть я их там ковырял по полчаса сейчас я понимаю что уже так в охоточку идёт всё ну кстати может щас по фармлю тут про это самое получится чё бабло поднять труп хороший сотинг смоба это чё за муть там пробежала сейчас качайся 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 совершилось чудо у меня один процент да кто смотрит стрим ребят прошу прощения до сих пор не выздоровел надеюсь никого мой каши не напрягает но если я выключу микрофон будет же гораздо скучнее tx еще одна куча ваня снася ваня снася ну опачки проблему с пингом и не подкатил получил очередное знамя оба поэтому безмерно рад прямо отлично но вот сейчас пропадать будет нет конечно корейцам с одной стороны хорошо там на кошечку задонатил он там самоте конечно да но нафиг нафиг а замочили я хотела как то интересно точится на плюс 5 пушка то что дает на плюс 6 до 3 на плюс 7 тоже 3 ну может там какие разрывы а что это такое у меня вот первая точка я проточил а потом ниже какая то кнопочка еще одна появилась качество твич ребят вижу вопрос пока никак потому что канал в ближайшее время перейду на другой тариф но я думаю качество подрастет меня умеет пока чем богат даймурад как так то юра юра айяяя все пошел танк качать психанул да мне их не завалить это пипец это долго очень долго либо надо пушку еще заточить хотя бы что тут скилами долбить вообще в основном но я не знаю я на них вертушка качался сугубо вот вокруг них долбился долбился я думаю есть смысл сейчас на танка скидывать шмот весь который у меня есть красный ну скинь почему нет сразу и фарма полегче пойдет да даже пушку у него уже для него готово 20-24 ну я говорю если ты слуха слезаешь на него перекидываешь на это все набьешь руку на танке все будет окей по поводу заточки у тебя плюс 7 уже да оружие да это я спрашиваю у тебя жек спрашиваю по поводу новой точки плюс 7 ну вот да то есть у тебя безопасно уже закончилось то есть душок тебя уже спрашивает типа ты хочешь типа ты хочешь точить на свой страх и риск по одной заточке либо идти на безопасную нет ну это я нажал проточить она взяла плюс 7 и потом появилась и как ну типа вторая кнопочка и там что-то написано корейским и зеленым циферка 5 сейчас это когда духа вызываешь что-то на заточку ну это тогда было сейчас не знаю сейчас попробую что мишаня опять в игре ну вне ТС ну да вот я его случайно чуть не спалил в прошлый раз я не знал что жена рядом сидит да что вы поймете он обычно аукцион сидит да там я же начал вспоминать как вон с цапочем там начал обсуждать тонкости семейной жизни что-то такого рода очень смешно получилось но не ему смешно да да нет в принципе он со смехом рассказ ну видать ну видать еще в семейной жизни не настал тот период обоюдное все настроение так кто магичка играет ну и все после последней он короче их загрузил у него нифига там ошибку начало выдавать он вернул ну все нафиг снес загрузил обратно с торрентов с нуля поставил у него опять эта ошибка он решил поставить на ноутбуке короче на ноутбуке та же самая фигня он плюнул взял рабочую ноутбуку уже сегодня сегодня начал ставить на рабочую ноутбуку говорит на одном то из трех компов нормально поставится ну вот видать ставят ну у него же мысли что может забанили там или еще что я понимаю у тебя перчатки сломались? да ну они еще не сломались они уже да на ладом дышат у меня бижа сломалась кстати которую я не починил да сейчас вообще шмот у меня подошел посыпется уже да ну срочно второй раз почему не клю на оборот и уже 4 получается пропало короче побежал я в город чиница то сейчас я буду лапсосать тут вот тариц где он у меня бежит а хорошо сейчас дело потише что там такое кому потише ну попросили потише сделать игровые звуки потому что за вертушками я не слышно ты вообще звук не слышал я вообще звуку не слышал что они там слышат тебя ху ху когда народ заходит в тревеску там звук выключают и следят вот тут слушать и задавать вопросы ху ху а это нормально что на 47 левеле после босса крабика у меня квесты от тучки пропали они не пропадут там последний босс такой чувак который в заставках постоянно тузуется а я убил на бига и пропали квесты ну не дает еще может 48 обмешу там еще во-первых от левел зависит и плюс еще зависит от желтых квестов ты когда квесты с желтым свитком доделываешь вот тебе точки могут открыться тоже какие-нибудь побочные понятно пустил и делаешь там такой чувак такой появляется в заставочке там типа принц не знаю там с мечом что-то постоянно орудует орет там на кого-то вот этот принц короче говоря вот он последний из вызывных хотя бы у меня по-моему еще на пятидесятом кто-то было могу врать не но тут вот еще свитки дают тут вообще тут ползабыли какие-то вот тоже вызовных я знаю сейчас сделаю себе этого чувака мойной и пойду на рыбалку сразу быстро опустолел на рыбалке да да она тебе надоест надо кучу всего блин чинить надо кучу всего покупать денег нету фиг с ними с банками после грейда гильдии как был три тысячи в кармане так до сих пор я с них перебиваюсь как на фарм армите ручку спросил жарки как он на фарма стуф 4 ляма да какие четыре то какие четыре то не могу конечно встать и там тупо стоять рыбачить конечно в плюсик буду уходить но это скучно это неинтересно гриндить все веселее да и по квестам порой бегать тоже просто не такой человек который вот стоять вот так часами на лодочке где-нибудь там наблюдать как дергается поплавок не не мое это она еще быстрее по-моему было все таки то есть там рыбалку сейчас еще замедлили что скорее всего да потому что все таки у меня поплавок где-то там у оклю был ну сколько 20-25 секунд где-то сейчас где-то раз в минуту а не надо уже очко работает да по-моему только писали что будут когда-то вводить так нет рыбалку сколько хочешь можешь хоть целые сутки сидеть ну вообще это правильно было бы сделать что за каждый заброс вот требуется одно очко это да чтобы она прокачивалась быстрее потому что тогда это не вариант вообще-то кстати смотрю реально вот в обнове в одну из последних там ну не сегодня не знаю у меня что-то докрушало кстати 33 по-моему мега и вообще не знаю что они добавили вот это может быть вот в связи с осадами но вот в одной из последних когда урезали магичку я просто посмотрел на список что там порядка там 25-30 фиксов разных там скиллов и элементов он такой да ну нафиг еще в чит вот смотрю там уменьшены что-то там урон увеличен кулдаун такой понятно хватит я так понимаю в первом городе склада нету да в первом? в первом? да в прибережье которое есть в складе да почему есть? вот тут даже арендованные дома есть есть но он просто тебе по умолчанию три ячейки не дает не у меня а подожди нажимай у меня услуга раз два три четыре пять шесть семь восемь а где он отображается? в склад? да а теперь он сам делаешь я тебе могу дать только на тупейший совет нажми на иконку склада в городе и он тебе найдет сам ты гений павел а то так меня короче куда то завело блин не верьте никогда автопути он такая зараза что порой если вы тыкаете блин сами в какую то точку он вас может привести совсем не туда куда вам надо особенно если по квестам тыкаете и куда то отходите вы помните что он везет в самый центр квеста и там наверное скорее всего к мобам где вас убьют и я так не раз придыхал прихожу а я уже труп а если не дай бог какой нибудь камень будет посредине дороги он будет вокруг него бегать короче братва не верьте этому и надо вообще что то такие крутят даже во время бега решают руки все да решают руки если у меня ближайшие два дня че то все ну давай пока если ближайшие два дня никто ничего не купит я просто буду бомбить тут по полной программе весь стрим так женька тозер ушел спать пошел а сходи играет это лаза да кто меня нашел ммм немного не все смело не 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 тесты подожди сходи он сейчас вон в авке сидит а че коля кстати на отдельном канале в гостевой сидит там перетащи спроси николай ты че это он даже не игры может еще просто зашла а че я а че ты а не че совсем не че совсем не че блин как я здесь давно не был с самой первой локации а соскучился вообще это жесть просто и вот я сейчас понимаю что болтаю там с тобой все дела и я забыл куда я иду зачем я бегу просто куда глаза глядят я в город прибегаю и думаю зачем что я хотел сделать а иди рыбу лови заработаешь я вчера за сколько жарком уставать двадцать тридцать минут удачу ну где то так процента апмул конечно не много но восемь тысяч поднял восемь тысяч да обалдеть полчаса восемь тысяч нет знаешь я лучше как нибудь на гринде а то безопасно да я бы не сказал что у меня там особо опасно в принципе сейчас шмот починить немножко можно продолжать веселушку и добрался до склада осталось себя только раздеть облом тем что зараза это все не поместится блин придется перезаходить два раза так ладненько пора возвращаться на пятницу на прокачку чё смог починил пока хватит четырнадцать стук пасы четырнадцать даже у меня столько не было это где на кой башню там бегут это в кальфионе не я могу сейчас вообще все нафиг бросить пойти тупо формить на гигантов там без процентов без ничего но тупо формить бабло ну кстати как вариант потому что там хилки я особо не тратил ну ну не не со всеми поговорил познакомился да я особо знаешь не заморачивался вот этим вот получением там очков энергии там с изучением мира там вот этой всей фигней боже мой у меня такой бой этот мужик страшно получился а скал зубной потом скинешь там на аватарку себе на форуме поставишь подпишут на меня похож блин юрец открываю конечно клановый список обалдеваю сколько ты там в клан квесте зафармил этого железа я кстати после того как мы уже квест закончили я же там последние три штуки тупо ресурсы докупал на аукционе я потом на следующий день захожу а у меня на лошади лежит куча короче вот этих вот нафармленных кусков руды именно тех которые нам нужны были там их было под сотню это самое веселое я их перетаскивал между городами сам проезжал и решил зацепить ресурсы которые там эти рабы накорячили в итоге их накинул на лошади и забыл про них надо стрим у меня было сейчас мой свой включить наверное почему бы нет у тебя же там свои подписчики у меня свои считай одной болтовней забиваем два стрима кто хочет вон например на нашей страничке сайта можно же сразу открыть там клан океан стримс и собственно вы там сможете я зрителям рассказываю сможете смотреть сразу два стрима например и мой и картер и собственно там один из голосов просто отключить там например или мой там или его в его стриме будете слышать все равно одно и то же но смотрите как бы кому что интереснее у тебя интереснее смотреть я начал создал нового персонажа ну а почему это тоже актуально например народу тоже это будет хорошим опытом посмотрят так сказать из самых низов как происходит как персы качаются ну мир там конечно у тебя будет исследован там карта открыта не все знакомы но все равно ты некоторые квесты будешь делать заново фармить бурзану потому что он бегает короче я его что таким большим сделал рыжим негром я конечно не сомневался в твоей любви как зотики я что думал когда делать персонажа толстого намутить я думал если буду когда-то лучше все делать даже можно реально потому что жирную тетку такую сделать ахахахах это вообще наверно ржать это будет когда она будет прыгать все трясется хахахахх у тебя фантазии поперли в нужное русло я забираю свой весь шмот который перетянул со своей лучницей Так, чё-то я, кстати, зря, наверное, туда точку поставил. Сейчас куда по коням припарковать. О, а вот и местечко, где я был. Такая парковка стоит, кони в гору лезут, чтобы их никто не трогал. Да. Кто выше лошади поставит, называется. Кто на безопасность, то и лучше. Ничего себе. Нормально. Чё, гляну? Да, да, я включил, сейчас смотрю. У тебя тут квас, чё ли, какой? Или там просто метка стоит? Не, у меня там метка стоит, да и квас здесь рядышком. Как так захват на свинине сработал? Что такое? Что за пинг? Кто-то сжил, короче, что этот бой, ну как сказать, вверх, крутишься, вверх. Ну а если я его вкачал до топа, я его ещё заточил как скилл, вот, у него очень качественный дамаг, считай, я на нём только и качаюсь уже, сколько там, наверное, последний левел в 20. Как у меня попёрло, то есть раньше я там, ну, качался с квестами 50 на 50, там, до 30-го, наверное, левела, 35-го. Да, да, там, у меня как бы то, разовые какие-то бои с мобом, там, ну, с одним-двумя, там, в принципе, да, с небольшими пачками. А когда уже такой фарм пошёл жёсткий, тут уже по-другому никак, других... С таким КПД других АОЕх тут, в принципе, да и нету, только если вот обычной атакой, там, ну, тоже делать, там, оборот. Но он, кстати, вот, что я заметил у гиганта, вот эта вертушка, она мне достаточно медленно, то есть, с ней можно безболезненно воевать с какими-нибудь неповоротливыми, типа, троллей, там, очень-то дроп, спасибо. Типа, там, типа, троллей, которые осаждают замок, там, сороковых левелов, вот, с ними вообще вертушкой круто, то есть, ты цепляешь одного-двух, да, и все дела. А вот с другими мобами, вот здесь вот, например, тупо вот этой вертушки не хватает её скорости, потому что они всё равно меня успевают атаковать, бить, вот. И очень конкретно меня походсят. Ну, вот я сейчас ещё попробую обычную атаку со смещением делать, может быть, с ней будет получше, если меня окружать не будут. Нет, всё равно попадают. Блин, ещё много. Да, отстаньте вы от меня. Да, первовольный персонаж такой же заряженный стоит тут, ну, красиво. Ну, а ты думаешь, когда будут вводить новых персов, там, того же блейдера, того же таймера, как народ сделает? Точно так же возьмут имеющийся шмот, возьмут, перекинут его, начнут делать, там, ну, частично, да, те же квесты с первого левела, подточат его ещё немножечко, потому что, возможно, в некоторых квестах они ещё вот точек нафармят. На гринде тоже точек набьют, там, к 50-му левелу будут более переточенными ребятами, чем были. Ну, ты что-то, на вот, ну, хорошо, надо понять, что надо учить. Конечно, мне очень интересно, что из таймера сделают, потому что его же правили. Вот, и его сделали, как, ну, по описанию, я там, слышал, да, по, там, отголоскам, что его сделали более, как бы, приближенным именно к самому классическому такому. Вот, правда, не представляю, как вот соотносится изображение того же таймера, там, в этой превьюхе, в трейлере, как он там в мили-бою, там, лупит этих мобов, там, я понимаю, когда он сидит верхом, да, вот эта тема, это, конечно, сразу чувствуется, сам он, там, всё такое. Ну, блин, ну, когда он в ближнем бою пытается махать, там, свою вот, этой вот волшебной палочкой, блин, там, размером с какую-то непонятную, блин, зубную щётку, ну, что это такое. Ещё и дамаг, наверное, соответствующий будет, там, это вообще... Анонизм в чистом виде. Чё-то ямка какая-то интересная, ямка. Чё-то так заплотно сначала начинает, на самом деле. О-хо-хо-хо, тебе это ещё предстоит на ЗБТ, тебе это ещё предстоит даже на УБТ, я тебе скажу. А, знаете, вообще? Ну, поэтому, знаешь, сейчас я и геморрою народу, потому что варки уже один раз пережили, да, когда там мы с Вовкой, с этим, мы нетворком, мы вообще там, получается, с нуля вкачивались порядка семи раз. То есть, я вообще, получается, я играл, ну, с точностью до, брал одни и те же ветки, одни и те же скиллы, то есть, втачивал, да, и, пон мать, мне там на седьмой раз так было вообще лениво, там, ну, всё уже знаешь, уже всё у тебя в печёнках сидит, а всё равно уберёшь и вкачиваешь. Тьфу, блин, кнопки перепутал. За место Голоса отпустил эту скилл. Да, конечно, властелин страха без заряда, это, блин, такая... Лёгенький крик такой. Без особого ДПСа. Ну, он, конечно, всё-таки ДПС-то даёт, но мало и недолго. Под зарядом вообще, как будто он дважды орёт, ещё всех в стан вводит. Это, конечно, под зарядом адский скилл. Не удивлён, что, в принципе, бытует мнение, что гиганты на замесах будут, ну, играть, ну, крайне важную роль. То есть, если гиганты добежали, там, например, в ГВГ, там, ну, 20 на 20, там, 50 на 50, добежали до толпы противник, то, и успели полностью проказать сделать вот этого заряженного вопля, то, собственно, всё, бой выигран. Потому что дамаг обливается очень-очень хороший. 20 человек, так. Ну, блин, неплохо-неплохо. Да, вот, ребят, давайте в чате устроим перекличку. Ну, кому вообще, чё приглянулось в стриме? Почему вы вообще с нами сейчас? Мне вот просто очень интересно это. Вот, действительно. Коль уж эта тема поднялась, давайте поговорим об этом. А пока идёт перепись населения. Ать-ать-ать-ать. Сейчас буду громко орать в игре. Этих грёбанных, блин, каких-то недомерков. Чё-то я сегодня много ругаюсь. Видать, рабочий день не туда лся. Сразу уфоинский человек. Чё-то я начал тут качаться, когда ещё мобы не были изучены. У меня, по-моему, дрог валился вообще только в путь. А сейчас чё-то как-то, ну, сколько, два-три последних вот парик собирал, ну, тут кучки. Не, кучки как-то плохо звучат. Группы. Вот, и чё-то у меня с них толком один камешек только выпал. Чё-то фига тень какая-то. Где адский дроп? Иди п'насфармить этих, замка. Точки там. Кого? Точки фармить, наверное, замка. С кого? Я не знаю, с кого там, джек. Ммм. С кого там точки фармить, замка. Чё, с ума, фига вас знает, с кого они лучше падают. Да ладно, мне тут уйдёт и нормально. Ты одну точку выбьешь и продашь, она это сразу уйдёт. Саня, с у тебя есть, падают. Да я уж её себе лучше впаяю, чё мне. Конечно, лучше себе. Да, чё вы тут делали. А вот вопрос такой, вот если вещь, например, идёт там с какой-то заточкой, да? Если её пустить на перекрафт, у неё эта заточка, наверное, останется или как? На перекрафт? Ну да. Ну, по-моему, говорили, что заточка остаётся в случае перекрафта. То есть она не теряется. Не ломается там никак. Даже в случае фейла перекрафта. Я так понимаю, первый, самый обычный, основной удар у всех персонажей, который наносит какой-то обычный томат и восстанавливает какой-то процент вносливости, там, маны и тому подобное. Ну, типа того. Вот. Ну, единственное, конечно, ты его прокачиваешь, там он у тебя, естественно, наносит гораздо больше урона. Я не понял. По поводу улучшения навыков, есть статейка, не знаю, по-моему, на Гохе даже была, вот, либо на портале у какого-то клана с переводом возможных проков, скиллов. То есть там порядка десяти, по-моему, возможных эффектов, ну, перевода есть. То есть там кровотечение, там усиление, там, по-моему, дамага какой-то. То есть там их достаточно много, вот. Я смотрел только то, которое выпало у меня. Вот. У меня я, потому что заточил пока только вертушку, ну, вот. И, собственно, у меня там выпало кровотечение, у меня сейчас получается, ну, для фарма, ну, лучше не придумать. Потому что сама по себе вертуха дамажит неплохо, сбивается ног, понижает ПДФ, так плюс еще, ну, там, опрокидывает, да. И плюс еще сейчас с кровотечением, то есть получается вообще тема. То есть, видите, сейчас я валю мобов, у меня, например, сейчас у них, у всех уже кровотечение автоматом сразу. Вот. Для гринда вообще тема. Ну, для ПВП не знаю пока. Ценить не могу. Я в обычной-то ПВП пока не был. В этом плане, как бы, ну, Биара. Ну, посмотрим, что будет возможность. Посмотрим, насколько оно действенно. В принципе, учитывая, там, и количество ХП, там, Дэв, ну, рулить оно в ПВП особо не будет. Ну, что-то, да, может, поможет. Сейчас ссылку спрашивают на перевод. Сейчас. Сейчас все посмотрю, все сделаю, все расскажу. С мобами разберусь только. Да, так, насчет умений. Вот, насчет всех или не всех, точно ответить не смогу, потому что я качал только определенные ветки. Вот. И, насколько я вижу, улучшать могу их всех. Вот. Даже, по-моему, обычную атаку можно прогрейдить. Вот. Есть, конечно, вероятность, что... Грейдить, ну, апать можно не все скиллы, но маловероятно. Вот, ссылочку сейчас чуть попозже поищу, как буду на автобеге. Вот, я, собственно, поищу эту ссылочку скину в чатик. Да, я тут, ребят, просто... Во-первых, стрим идет с небольшой задержкой у вас. Там порядка полуминуты. И, собственно, плюс я еще... Для того, чтобы прочитать чат, мне необходимо просто свернуть игру и посмотреть, что там происходит в чатике. Вот. Поэтому я могу не мгновенно реагировать. Уж не обижайтесь. Как только, так сразу. Как говорится. Как только замечаю, сразу же пытаюсь что-то найти, ответить и сориентироваться. Вот. Не знаю, конечно, смотрел я, например, на Степа.ру, как играет. Вот, смотрю, он, там, будучи магичкой, вообще скиллы на панельку не выставляет. Ну, вот, когда он показывал, там, кач 50 с плюсом. Вот. Не знаю. Я потому что никак не смог привыкнуть к бешеному нажатию, там, каких-то комбинаций, всех запоминать. Мне как-то стало гораздо проще просто протыркнуть там кнопку, учитывая, что на мышке там целая панель дополнительных кнопок. Вот. И как бы удобнее протыкнуть там одну кнопку, например, забинденную, нежели там какие-то адские комбо фигачить. Благо, игра позволяет просто перекинуть скиллы, все, и не переживать. Быстро моба убиваются, когда уже шмотки есть. Ну, а ты как думал. Они у тебя еще, может, точеные там, да? Нет. Нет, ну, сет немножко там плюс 2. План зона. Все равно, я тебе скажу, знаешь, там, пушка на плюс 2 у меня там была сначала, ну, просто нулячая, там, 13-21, потом она стала, там, что-то типа уже под 2 царик, там, нижняя атака, то есть, считай, в разу в 2. ДПС там повысился. Не все скиллы, считай, идут от твоего стату атаки. То есть, почему важно ту же бежу, например, затачивать, если она, например, дает атаку. Потому что каждое очко урона, оно же со скиллами там увеличивается там в процентном соотношении. Все больше, больше и больше и больше и вырастать, что одно там очко, например, в твоей беже к атаке, там, может вырастить там в 5-10 к дамагу. Да, 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 я читаю сейчас как раз. Так, сейчас, где-то коняшка. Так, ну, насчет пвп скилла, да, ну, тут, я говорю, мне оценить сейчас пвпшность как бы тяжело, вот, уже в указанной причине. Вот, спорить особо не буду, но скажу, что кровотечение меня, вот, в пве, да, оно мне нравилось и спасало. Особенно с какими-нибудь там крабами, которые хрен пробьешь их. Вот, и дамаг там с обычных, например, клинков у меня проходил там крайне редко. Вот, конечно, резал я их по полчаса, не пробивал, а вот кровотечь меня спасал. Ну, в пвп, если будет больше кпд от этого эффекта, будет вообще потрясно. Насчет проточки скиллов. Круто, если проточить можно все. Вот, замечательно. На 51-м, 2-м и 3-м везде скиллы открываются на заточку. Окей. Но это, я так понимаю, если ты этот скилл изучил. И ты, он у тебя есть хотя бы там первого левела. Потому что у меня половины скиллов нет. Ну, плюс урон, да. Плюс урон, это, конечно, будет эпик. Ну, хотя, для некоторых, мне кажется, могут быть и альтернативные какие-нибудь эффекты тоже приятные. Там, я уж не помню всех эффектов. Ну, если какой-нибудь вампирик выпадет, то очень. Очень даже. Ну, я понимаю. Сейчас. Каждый изучает игру как может. По Prime у нас. Сейчас, сколько у нас человек онлайн. Ну, нас вообще четверо, считай. И танка нету в сети. Вот. Я, конечно, мог бы дернуть там магичку. На, вру, лука. Вот. Второй лук у нас маленький еще. Магичка сейчас в вавке. Ну, все на расслабоне. Вот. Вчера немножко. Заморачивались. И позавчера. Поэтому, сегодня, фри-мод. У меня пушка 13.4, а у меня 8.12 дает. Бен, надо к стилам привыкать. Я вообще, я не знаю, тут столько всего учить можешь с самого начала. Ну, ты возьми, пока их особо не изучай, возьми, открой калькулятор, посмотри скиллы, какие есть, какие будешь изучать, какие тебе могут понадобиться. Я просто тебе говорю из того, как вот, например, Кус у нас играл на АФФе. Потому что он реально, он там фанател от этого воина, причем качал его в первый раз, и вот он до 40-го взлетел просто. Ну, стартовал там, как-то, по-моему, еще не сразу. Рядом щит надо изучить, по-любому, закрываться. Ну, я тебе говорю, там на единичку, по-моему, Кус его изучил сразу, и все, я на этом остановился. Больше не надо, да? Ну, он там в основном все в атаку вливал, чтобы он мог там соло вкачиваться, ни от кого не зависит. Ну, до полтинника, по крайней мере. Ну, надо реально открывать калькулятор, короче, смотреть, потому что это вообще-то, где вариант. На рашки пойдем на первый Pay2Play, вот если таковой будет, на это очень надеемся. Вот, со всеми, да. Постараемся выжать из себя максимум, показать, да и вообще проверить, на чем мы способны, ну, и занять свое место под солнцем. Скиллы пустые, ну, фиг знает я, потому что не качал те, какие, на мой взгляд, мне не нужны. Вот, а, естественно, чем выше прокачан скил, то тем больше он очков требует. Может быть, поэтому так и идет. Ну, по сути, ты делаешь начальный, как же когда-то говорил, не надо смысл учить, нету сразу все скиллы на начальных этапах, что потом, когда ты будешь там 40-го, 50-е, они будут тебе минимально дамага наносить по мову. Ну, да, я, собственно, себе просто определил те ветки скиллов, какие мне нужны, и все. Я больше ничего не вгружал. То есть, я там, у меня уже последние скиллы. Если там, например, пассивка, да, она требует, по-моему, 3 очка скиллов. Сейчас точно скажу уже. Ну, да, по 3 очка на каждый левел. Ну, вот, тот же прыжок там... А, блин, уже не посмотрел. Вот здесь, например, 5 очков, 7 очков, потом 8. А мне здесь на последние уже 13 надо. Ну, может быть, то на то так и выходит. Вот, ну, я, честно говоря, не рыбачил. Квесты выполнял по стоку-поскольку только вот тучки и свитки. Вот, причем уже на 40-х левелах я, то есть, с этими свитками я просто тупо забил, да, ну, некоторые домики я там встречал, да. Я просто квесты обрубал, они мне не мешались. И все. Ну, не там человек про плейдоплэд 10. Думает, что откроется через месяц? Если там больше СП получилось, ну, видать, там, Скорпион, ты чисто гриндил. То есть, да, у меня, конечно, были и скиллы, я качался, ну, и ставил там на тот же перекрафт, но не скажу, что очень много и не прям так по харду вливался там на той же рыбалке, нет. Ну, вывод один, да, гриндил, может, я меньше, чем ты. Это все, что можно сказать. Привет, народ. Ну, о, здорово, мы как раз по тебе недавно вспоминали. Я, наконец, скачал гребаные гигабайты. Ну, о, что там с реалом-то разобрался, все свои вопросы, проблемы. Ой, это нерешаемо, поэтому я просто буду играть по мере силы, все. Ну, это правильное решение, это ты молодец. Это сейчас мужиком. Что у нас с гильдой, как вы мне инвайт можете кинуть, а то что-то непорядок. Ну, заходи на третий канал, беги в Кальфион. Вон, бегу. Я на центральной площади, где аукционер, в принципе, я тут могу постоять, тебя подождать немножко. Окей, все, тогда я поехал, сейчас дорогу провожу. Мы решили тебя инструировать. Ну, я поехал. Ну, слушай, кстати, Паш, небольшой автоб, я просто не знаю точно, где-то аукционист стоит, я буду проезжать через восточные ворота. Ты вот на мост прям выходи тогда, вот там, где вот это вот, по центру города мост. Окей. Там не будешь меня видеть. Вот, касательно pay-to-play серверов. Ну, вопрос, конечно, нет, с геймпада я играть не пробовал. Вот, насчет серверов, ну, посмотрим, что там будет, на самом деле, с очередями, потому что тот ахтунг, который, например, был в арке, это, естественно, недопустимо, да, ну, терпеть там шестичасовые очереди, учитывая, что Prime, там, например, у нас будет от шести часов, ну, это слишком жестко, да, сидеть там, наверное, 5 минут игры или там просить, не знаю, какую-нибудь бабушку, чтобы она кому-то там включила что-то. Ну, это, естественно, бред. Вот. Все будем, все будет познаваться в сравнении, вот, возможности серва, вот, наплыва игроков, ну, на ЗБТ, на старте ОБТ увидим. А, кстати, Паш, у меня вопрос по поводу серверовки, что я начал говорить. Да, кстати, Арам, если что, сейчас стрим просто параллельно идет, я поэтому оттуда вопросы читаю иногда. А, окей, хорошо. Ну, все равно это, как бы, в тему относится, слышал информацию, то, что сначала будут запускать сервера для всех, то есть полностью, ну, то есть, как это говорится, не бесплатные, а фри-то-плей. И только через несколько дней после запуска фри-то-плей будут плей-то-плей. Ну, я тоже слышал, что там разница будет порядка, там, может, 5 дней, но это последнее. Ну, вообще, это гениальный ход. Вот. Ну, почему бы нет? Ну, окей, ну, стартанем, по крайней мере, скачаем клиент, в общем, проверим, что он у всех работает. Вот. И перейдем на pay-to-play. По крайней мере, те ребята, кто сейчас на Корею не пошли с нами, можем сидеть с ними, там, что-то подсказывать, что-то там им рассказывать. Сами там, не знаю, мы или потестим каких-нибудь новых персов, если такие, ну, мы их на Корее, например, не потестим, вломок будет или еще что-то. И, кстати, меня глючит или админы прикрутили новую фоновую музыку? Что-то я такое вообще не слышал ни разу даже. Может, может. Да тут обновы каждый день, я устал удивляться. Больше всего бесит, что в лаунчере у них какая-то фигня. То есть у меня вот уже дважды, а то и трижды была история, что я устанавливал патч, последний, актуальный, ну, лаунчером. Он у меня подгружает, там, ну, предположим, 200 миллиметров, и потом вдруг начинает подгружать еще несколько гигов. То есть один раз он у меня догружал, там, 2 гига, по-моему, вот, один раз подгружал 3 гига. Мне это странно. Где-то просто вот обнова ломала какой-то вот из патча или какой-то контент клиента, и мне как бы тяжело сказать. Я не знаю, как работает апдейтер, почему он так глючит. Но, собственно, вот у Андрюхи, например, у Хрона, там, сколько, 2 дня назад ему попросил 12 гигов от клиента перекачать заново после обновления. Жесть. И вот он, собственно, до сих пор не может себе клиент настроить. Потому что он ему начал еще какие-то дополнительные эроры, там, выдавать чуть-чуть, он, бедный, там носится по форумам. Все, я у конфиона. И по поводу героров, у меня апдейтер качал пару раз по 600-800 метров, и вот сейчас гиг выкащал. Ну, это понятно. Но я говорю, там, как бы, бывает, сбоит просто. Ну, я даже, там, в той же ВКонтакте иногда с работы сижу, читаю. У народа бывают такие глюки, то есть мы не одни такие. Вот, надеюсь, как, ну, GameNet, тот же лаунчер, будет работать, там, более стабильно и нормально. Ну, и патчи, наверное, не так часто все-таки будут. Кстати, покажи, пожалуйста, где-то то аукционист стоит в кофеоне. Я хоть прибарахлюсь, мальца. Все, я на главном мосту, где гвардия. Ну, отлично, я тебя вижу стоять. Кстати, как значок прикручивать пока, непонятно, на гильду. Да все понятно, у меня в кошельке ноль, ну, это и серебра. О, брачный контракт, где поставить крестик кровью. Я, кстати, попробовал на ноль дней поставить. Вот, и если он у тебя примется, будет до шутца. А у меня левая кнопка не прожимается. По-моему, писать чуть-чуть, да. А, там, вот, писать все. Там надо написать свою фамилию, по-моему. Ну, вот это Таларин. Тут даже на русском можно писать. Ну, а касательно смысла жизни, о котором там сейчас бурное обсуждение в чате, ребят. О, это я принял или меня какое-то высвырнуло? Ну, я пока не вижу, что ты в составе. Кинь тогда еще раз, это мне пропало хреновина. Просто за танка? Да. Вот, сейчас ты, Юрца, будешь тут склонять и инструктировать. Хотели первоначально лучше ему учить спелы, чтобы потом в соло, как сейчас, в первое время. Сейчас, секунду, что-то не подписывается, нифига. Ну-ка, давай-ка, я тебе на 30 дней фигану. Только баб не дай. Да, там кнопка будет активно забрать деньги. Ой, денег дадут. А когда денег дадут? Денег дадут, ну, можно будет разбирать, когда клановые квесты будем делать и себе хоть казну поднимать. Потому что на то, чтобы взять клановый квест, нужно потратиться. Слушай, все равно нифига не прижимаешься. Ты слушай, где слезь. И не забывай про... А, так, что-то фигня какая-то. У меня тоже эрору бы дало. Вот, смотри, там, может быть, тебе надо что-то ввести в поля, там, проверяй, со своей стороны. Потому что контракт участника не видел. Нет, та кнопка отмена. Ты, может, путаешь педали там? Да нет, это всего две. Расскажи, братан, корпус. Как тебе персонаж? Ну, ты знаешь, если привопчиться, то вообще отлично. Сейчас я подробнее распишу, потому что что-то непонятное происходит. Секунду. А кто контракт подписывал? Что вы конкретно написали? Свой ник или что? Семью вот это там. Название аккаунта. Я же тебе сказал, свою фамилию. Таларин твой. Ладенька, на сегодня я стрим, наверное, у ребят, буду заканчивать. Очень рад был у всех вас видеть, что вы наблюдаете с моей игрой, активно участвуете. Постараюсь на этой недельке еще постримить. Вот, не знаю, что получится. На крайнях можно тупо смотреть. Да, на крайнях можете смотреть исторически. Можете смотреть, например, у Джонни Картера. Собственно, Юр, скажите что-нибудь, чтобы люди голос твой запомнили. Да, не знаю, узнали, все. Все, поговорил, хватит. Да, я, да, вот и все. Вот, вот, вот так вот. Вот так, отлично. Все, давайте, всем хорошего. У кого вечер, у кого ночи, всем позитива, всем добра. Приятной игры. Давайте, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok